Здравствуйте. Для каждого менеджера существует ситуация, когда он сталкивается с проблемой, которая оказывается ему не по зубам. То есть он пытается решить, он вроде находит какие-то решения, но проблема не решается. Для этих случаев существует определенный набор инструментов, которые описываются в таком разделе менеджмента, как управление изменениями. И этот раздел активно использует инструменты системного анализа. Давайте я сейчас познакомлю вас с некоторыми инструментами, чтобы было понятно. Как превратить поиск красивого решения сложной проблемы из творческой деятельности в инженерную? Прежде всего вы должны сформулировать проблему, которую вы решаете. Основная проблема в том, что очень часто не сформулировав проблему, люди уже пытаются искать инструменты, искать лечение, искать таблетку, с помощью которой эту проблему надо решать. Начните с того, что сформулируйте разрыв между тем, что мы имеем, и тем, что должно быть. Поймите, какой разрыв вы хотите преодолеть. Это ваша проблема, которую вы хотите решить. Бюджетирование не проблема. Отсутствие системы бюджетирования, вот это уже проблема. То есть у нас бюджетирования нет, хотим ее иметь. Некачественная система бюджетирования, получение информации, фактической информации бюджетов не 5-го, а 25-го числа текущего месяца. Вот это тоже проблема. Хотим иметь 5-го числа, а получаем 25-го числа. То есть вы должны обязательно сформулировать проблему, как некий разрыв. Если вы это сделали, то вы можете двигаться дальше. Чтобы двигаться дальше, вы должны проанализировать проблему с точки зрения причинно-следственного анализа. То есть вы должны разложить большую сложную проблему, которую вы не можете решить, на некоторое количество более простых проблем, которые будут вам по зубам. Для этого нужно применить так называемый причинно-следственный анализ. Ну, бывает в разных видах. Бывает либо, скажем так, модель ищикавы, либо ищикавы, как ее называют, ребя-кость. Либо просто, так сказать, вертикальная картинка, как приведена на рисунке. То есть есть корневая проблема, низкая прибыль. И мы начинаем понимать, а в чем причина данной проблемы. Низкие доходы, высокие расходы. А в чем причина низких доходов? Раз, два, три. А в чем причина проблемы 2? 2-1, 2-2, 2-3. В чем причина высоких расходов? Высокие расходы на персонал. В чем причина высоких расходов на персонал? Низкая прибыльность труда и так далее. И мы начинаем декомпозировать. То есть получается, что мы одну глобальную сложную проблему разбиваем на 15-20 более простых проблем. Причем, каждая из этих проблем становится более осязаемая. Это полезно еще и в том, что мы можем по отдельности эти проблемы решать. То есть мы понимаем, что для того, чтобы эту проблему решить, нужно решить эту проблему по отдельности. Эти проблемы называются корневые. То есть вот из самых высокого уровня. И мы должны этот анализ остановить в двух случаях. Первый случай, на первом этапе мы должны это сделать. Когда мы говорим для себя, если я решу вот эту проблему, 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 вот эту проблему и вот эту проблему. Вот эта проблема решится? Если ответ положительный, я останавливаюсь и больше не декомпозирую. Если ответ отрицательный, я что-то забыл, не учел. Значит, я должен продолжить декомпозицию. Нарисовать новую толстую ветку. Либо, как сказать, провести декомпозицию здесь каких-то проблем. То есть я что-то до конца не понял. После того, как мы провели причинно-следственный анализ, дальше необходимо нам с каждой конкретной проблемой начать бороться по отдельности. И здесь тоже велосипеды давно уже придуманы. Современный менеджмент придумал уже все возможные инструменты для решения любой проблемы. Главное, правильно эту проблему классифицировать. Для классификации вот этих вот корневых проблем, маленьких, с которыми водится, я предлагаю вам применять инструмент определения уровня и степени требуемого вмешательства. То есть мы должны для себя понять, соответственно, степень, это проблема бывает системная, бывает поведенческая, бывает контекстная. Уровень. Эта проблема бывает на уровне личности конкретного сотрудника, проблема бывает на уровне группы, проблема бывает межгруппового взаимодействия и проблема охватывает компанию в целом. Здесь более-менее понятно. Личность, это значит какой-то Василий Иванович не дает нам решить данную проблему. Группа, бухгалтерия мешает нам нормально жить или юристы. Межгрупповая, то есть конфликт между бухгалтерами и юристами настолько серьезен, что приводит к тому, что наша низкая прибыль, в приведенном примере, где-то вот эта проблема существует в этом году. Ну и вся организация в целом, это значит, что мы можем эту проблему обнаружить в любой подсистеме нашей организации. Теперь про степень требуемого вмешательства. Проблемы бывают системные, поведенческие и контекстные. Контекстные проблемы – это те проблемы, которые находятся за границами возможности нашего воздействия. Дождь на улице – это контекстная проблема. Мы не можем ее решить. По крайней мере, большинство организаций наших не может решить. Но если мы в нашу команду изменений включим мэра города Москвы, то мы, в принципе, эту проблему можем решить. И она из контекстной уже может превратиться либо в поведенческую, либо в системную. Потому что если у нас будут ресурсы, способные разогнать дождь, то, соответственно, мы можем это сделать. То есть контекстная проблема – это та проблема, которая не подвластна нам, по крайней мере, в той группе, в той команде, в тех границах, в каких мы пытаемся решить. И для решения либо нужно расширять границы нашей группы, нашей системы, либо успокоиться и пытаться просто бороться уже со следствием этой проблемы через надевание шипованной резины, через надевание зонтика, через, соответственно, использование зонтика, использование дождевика и прочее. Системные проблемы. Системные проблемы – это проблемы, когда отсутствует система. То есть люди, в принципе, и готовы были бы все правильно делать, но эта ситуация не описана. То есть пример, как в случае дорожного движения. Если четыре автомобиля одновременно подъезжают в нерегулируемую перекрестку и все едут прямо, и произойдет авария, то это проблема системная. Потому что данная ситуация не описана в ПДД. Вот это системная проблема. А поведенческая проблема – это когда люди знают правила, знают, как поступить, но не делают по каким-то причинам. Это называется поведенческая проблема. Соответственно, нельзя, скажем так, ездить по выгодной полосе дорожного движения для автомобильного транспорта в Москве. Но люди, кстати, это делают некоторые и есть. Вот эта проблема называется поведенческая. То есть, соответственно, поисток, как мы с вами, как я сказал, на первом этапе для себя поняли, что наши проблемы контекстные позволяют нам решить существующую проблему. Наша следующая задача – это разместить вот эти наши мелкие, наши корневые проблемы в эту табличку. И если эта проблема умещается в один из квадратиков, то это значит, что мы можем окончить декомпозицию. Если у нас нет такой возможности, почему-то проблема садится на границу. То есть она одновременно относится и сюда, и сюда, а может быть даже, как сказать, на 4 или на 3, как квадратика пытается размазаться. Это значит, что мы недостаточно ее продекомпозировать. Нужно, как сказать, продолжить декомпозицию и довести до того уровня, чтобы конкретная проблема – крокодион не ловится, кокос не растет, мама в понедельник родила, как сказать, чтобы эти все проблемы попали каждый в свой отдельный квадратик. Только в этом случае в менеджменте существует набор, скажем так, инструментов, которые позволяют решать каждую проблему, попавшую в данную область. Поведенческие проблемы в большей степени решаются со стороны, скажем так, психологических подходов менеджмента, поведенческих подходов менеджмента, системные проблемы требуют в большей степени инженерные подходы. Ну, это как вот у нас, допустим, в управлении персоналом существует два подхода. Управление персоналом, где мы людей называем как личность, и управление персоналом – это как управление человеческим ресурсом. И здесь мы, как сказать, относимся больше к ресурсу, как к некой инженерной системе. То есть, вот, соответственно, когда мы относимся как к качам, то это системный подход. Как управление персоналом – это больше поведенческий подход. Вот такой пример, скажем так, для понимания. И, как я сказал, в принципе, существует набор инструментов, которые позволяют решать каждую проблему, попавшую в то или иное квадратик. Все, спасибо за внимание.